Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Сегодня поговорим с вами о том, как себя вести в плане сдерживания или не сдерживания своих эмоций. Эта тема, может быть, не попадала в поле нашего зрения, но она очень важна. Есть культуры, которые воспитаны на сдерживании своих эмоций, на одевании масок, ритуальное поведение, прописанное до мелочей, которое не позволяет прорваться сквозь эту маску к какой-то личной твоей эмоции. То есть нужно вести себя так, как положено, а не так, как тебе хочется. Как культура, например, японская. Она филигранно была шлифована в период Средневековья. И вопросы, как поздороваться, как попрощаться, как с кем себя вести со старшим, младшим, женщиной, мужчиной, ребенком до сегодняшнего дня. Не знаю, как сегодня, правда, но столетиями долгими это составляло костяк народной жизни. Они считают, что эмоции свои показывать никому не стоит. Нужно сдерживать как свой смех, так и свои слезы. То есть тайна твоего сердца не должна выплескиваться наружу, и ты не должен обременять всех своим настроением. Есть такой известный писатель, японский классик современной мировой литературы, Рюноски Акутагава. У него есть интересные новеллы, рассказы. Один рассказ называется, кажется, «Платок». Там речь идет о некой матери, сын которой во время каникул погиб, а сын был студентом одного из вузов. Женщина приехала в вуз сообщить ректору этого вуза, или директору, о том, что ребенок ее мертв, и что учеба будет закончена. Но он не продолжит учебу. Рассказ идет от лица этого директора или ректора. И сам ректор удивляется, что она, он, будучи, конечно, японцем, тоже удивляется всему этому, потому что это героизм некий такой дух. А она говорит таким спокойным лицом, как будто говорит о прогнозе погоды. Ни один мусуль на ней не дрожит. Она не плачет, она не вытирает слезы, губы ее не дрожат, голос не срывается. Она даже находит в себе силы улыбаться, кажется. И вот у нее что, падает у него на пол, этого человека, он, нагибаясь, поднять, случайно обращать внимание на то, что под столом она держит платок, который весь взорван в тряпочку, в ниточке вернее. И руки ее нервно теребят этот платок, всю энергию своей боли, вкладывая в работу рук, но не показывая ничего на лице, потому что так они воспитаны. Там он удивляется этому, этому удивится каждый. Это школа, этому самому не научишься. Это именно черты народного духа. Напротив, насколько эмоциональны, скажем, люди Востока. Там те же арабы, например, те же евреи, там люди Палестины, скажем там, и так далее. Мы, когда с вами часто смотрим богослужения из Иерусалима, из храма воскресения Христова, удивляемся православным арабам, которые кричат похвалы Аль-Масиху, то есть Иисусу Христу, Мессии Воскресшему, которые садятся друг другу на плечи, бьют в бубны. И настолько экспансивно выражается радость, что мы вообще склонны сомневаться, христиане ли они, что мы в храме так не привыкли себя вести. У нас в храме должен быть чинно, спокойно, только голос молитвы, никаких там страстей и эмоций. Восточный человек наоборот. Он не таит ни своих радостей, ни своих печалей. Если ему плохо, он рвёт на себе волосы буквально, а не фигурально. Он не бреется, если это мужчина. Он одевается в чёрное или грязное, или старое. Он может сесть на пол, посыпать голову пеплом или песком. Он может плакать и размазать по лицу слёзы, не стесняясь этого. Он реально выбрасывает из себя ту боль, которая есть в его сердце, и точно так же поступает в радость. Восточная свадьба – это самовыражение, оно говорит о себе. То есть это торжество, это торжество многодневное, непрекращающееся. Это истинная и искренняя радость, выражая себя в танцах, в песнях, в поздравлениях, и всё-всё-всё. И всё это тоже видно, это всё на людях, это всё не таится и не хранится. Вот две модели поведения, если угодно. Вот тебе, скажем, Япония или Китай, там тоже примерно такие же вещи были. Вот тебе, скажем, Восток. Что лучше? У нас нет ни того, ни другого. В нашей культуре нет особо культуры сдерживания такого ритуального. И нет культуры выбрасывания эмоций своих наружу. В принципе, каждый из нас ведёт себя, как ему захочется. Есть, правда, вещи, о которых мы стыдимся и не показываем. В общем, мы привыкли больше носить в себе. Вот нужно, наверное, нам с вами подумать о том, что скрывать, а что показывать. То есть, когда нужно вести себя открыто и ясно, а когда необходимо затаить в себе то или иное. Говорят, что многие из нас болеют сердечными болезнями именно потому, что носят в себе весь свой негатив, не показывая никому, делая хорошую мину при плохой игре, и страдая это всё только внутри себя. То есть, страдал, страдал, никому не показывая, потом вдруг упал и вытянул ноги, и закончилось твоё земное странствие. Наверное, это плохо. Наверное, нам нужно научиться выбрасывать свои эмоции безгрешным образом. Безгрешным образом. Может быть, для этого подойдёт спорт. Или какие-нибудь, значит, ещё какие-нибудь такие, не знаю, занятия, активные эмоциональные занятия такие, где человек может там или посмеяться, например, или как-то так себя повести в кругу друзей, как-то несколько раскованно без галстука, для того, чтобы дать выход своему сердцу, накопившейся в нём энергии. На других, конечно, не стоит выливать своё настроение. Если ты, скажем, особенно если твоя работа ответственна. Представьте себе, если нервный парикмахер опасной бритвой будет брить своего пациента, значит, не оставляя за порогом своей парикмахерской семейной ссоры и разборки. К нему ходить будет опасно бриться, потому что можно без головы остаться. Или что будет за дела такие, если у нас машинист какой-нибудь электровоза будет нервно вести электровоз из-за того, что он опять-таки с женой поругался. Значит, нужно оставлять за порогом своей рабочей кабиной свои проблемы, значит, и никому их не показывать, и не проявлять их наружу. Ну, как-то же нужно их выбрасывать. Значит, нужно подумать об этом. Но вместе с тем нужно, конечно, учиться и сдерживанию своих эмоций. С тем, что, видите, когда нам хорошо, то мы можем кому-то причинить боль своей такой гиперрадостью. Кто-то может просто банально позавидовать нашему хорошо, если мы уж будем так вот так вот совсем сиять. А кому-то в это время может быть очень плохо, и его плохо на фоне нашего хорошо еще и умножится. Когда нам плохо, напротив, мы тоже не должны перебрасывать свое неплохое настроение на окружающее. Они-то причем, если у нас там что-нибудь не клеится, не ладится, что миру-то, что до этого. Почему мир должен страдать из-за того, что страдаю я лично? Значит, вопрос, как по мне, сводится к тому, что должна вырабатываться нами культура такого разумного подхода к тому, где сдержаться, а где дать себе волю, где дать волю своим эмоциям? Где из сердца накопившееся выпустить, где дать себе энергетическую разрядку? Где можно, скажем, там похохотать в волю? И над чем можно похохотать в волю? А где и над чем, например, нельзя хохотать? Лучше это то удалиться, то не сложно. Это целая такая проблема, такая задача народного воспитания, воспитания молодежи, самовоспитания. Ибо все это в нашей культуре как бы не заложено. Я помню фильм Андрея Рублева, Андрей Рублев Тарковского, и там, где такое вакханалие языческое происходит, этого монаха Андрея хватают голые мужики, там рядом белые голые бабы с факелами в ночи, там это в дымных этих туманах, этих всех, такая свальный грех совершается. И они говорят, любовь у нас, любовь, мы радуемся. Он говорит, ну что же это за любовь? У вас, говорит, либо ненависть жестокая, какая-то такая беспросветная, либо если любовь, так тело без души. Любовь – это же другое, это же душа с телом должны быть вместе, это же высокое слово. Так оно и есть, какая-то бескультурничная такая наблюдается в нашей жизни. Если любовь так с катушек срывает человека, или радость там такая, вот уж тогда уже нет предела веселью, и тогда уже все святыни попраны, значит, все иконы вынесены, все маски сорваны, значит, ничего святого, над всем смеемся. И буйствуем, как сумасшедшие, значит, такое. Либо все в себе таим, там, не знаю, какие-то такие смурные вещи такие. Это вопрос нашего самовоспитания, воспитания, вопрос нашей народной жизни. Вот, собственно, что я и хотел вам сегодня предложить, подводя итог и резюмируя сказанное. Хочется, чтобы мы не нагружали людей своей эмоциональной закрашенностью через меру, чтобы не переплескивали на других свои беды и не оскорбляли чужую беду своей неуместной радостью. Но чтобы мы вместе с тем не умирали от сердечных приступов в незрелые годы из-за того, что все купим в себе, а научились-то все выбрасывать, освобождаться, разряжаться и по возможности делать это невинно и безгрешно. Будем стараться. Ангелы-хранители, братья и сестры, спокойной ночи, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова